В настоящее время мы не можем ответить на ваш звонок. Где же ты, Кемаль? Где же ты? Вот, возьми последний кусочек. Слушай, не заставляй. Я не голодная, хватит уже. Мам, пожалуйста, ты будешь пить лекарства же. Пожалуйста, не расстраивай нас. А Кемале нет? И ночью не приходил, да? Нет, он приходил. Пришел поздно, ты уже спала. А утром пораньше шел. А вот как? Я и не слышала. Мамочка, подожди. Я отведу тебя. Доченька, да сядьте вы. Все нормально со мной. Нужно за мной по пятам ходить. Ну, рассказывай, что между тобой и Кемалем произошло. Да ничего. Случилось, сестра. Что-то случилось. Причем что-то плохое. У тебя ведь врать не получается. Где ночью был, Кемал? Я же сказал тебе, он был здесь, он пришел. Сестра, мне хотя бы не ври. Мы с Кемалем поговорили. Он спросил меня, есть ли какая-то проблема? Сказал, сестра, твоя плохо со мной обходится. Что происходит? Да нет, ничего, сестра. Да есть что-то есть. Давай сейчас нормально расскажи. Как можно после всего, что произошло, отказаться от свадьбы? Я же не сказал, что я не хочу. Ты сказал неуверенно. Вы столько старались, мучили, чтобы воссоединиться, и теперь ты говоришь, что ты неуверенна. А что это значит? Мам, я тебе дам чайку. Да оставь ты чай. Я тебе задал вопрос. Не убегай, отвечай мне. Ну я же тебе сказал, мама, нет ничего. Ну знаешь, сестра, тебе сложно поверить. Бахар, слушайте, не давите на меня. Правда, нет ничего. Детка, ты говоришь, что отказываешься от свадьбы. Каш, мне тебе ничего не говорить сейчас. Я не сказал, что я отказываюсь. Пожалуйста, попытайте меня понять. Все навалилось друг на друга. Мне уже немного времени. Да и у нас сейчас нет денег, возможностей. Ты еще не выздоровела. А ты говоришь о свадьбе, мам. Но я же не просто так говорю. Я знаю вашей любви, понимаешь? Я вот думаю, что есть что-то, о чем мы не знаем. Прошу вас, поверьте мне. Правда, но нет ничего. Мне нужно сейчас выходить. Куда ты собралась? Ой, Шигюль, возьму конспекты последних лекций. Ладно. Одевайся потеплее. Соседка, как ты? Назаш, зачем ты вот так делаешь, а? Отнесу это внутрь и приду. Правда, не стоило. Да мне же не сложно. Приятного аппетита. Сергей. Дорогая, ты очень быстро восстановилась, молодец. Слушай, за мной так хорошо приглядывают. Пока шла, Нуртен спросила про тебя. Спасибо ей. Все спрашивают, когда свадьба будет. Она ведь не завершилась тогда. И интересуются люди, когда завершите свадьбу. Подожди, я сначала хорошенько приду в себя. Да, конечно. Это не к спеху. Да у них другие проблемы. Они ищут повод, чтобы последничать. Но ты не волнуйся, я вам уже сказала все, что нужно. Заткнула их. Сергей, все нормально? Мама? Все нормально? У тебя боли? Все в порядке? Мама? Тебя расстроило то, что я сказала, да? Да нет, детка. Это так внезапно пришло и ушло. Все в порядке. Заглазил от тебя, видимо. Ладно, я пойду. Здоровья, ножкам твоим назовешь. Всегда будь рядом. Не вставай, дорогая, не вставай. Я знаю, где дверь. Не оставлю маму одну. Давайте, вам удачи. Мама. Ну не расстраивайся ты. Очевидно, сестре нужно немного времени. Ты знаешь, она пережила сложные деньки. Знаю. И не обращай внимания на соседок. Ищет повод для шлетин. Да, ты права, детка. Со мной все нормально. Давай, иди. Сестра скоро придет твоя. Пускай сестра придет, потом я буду выходить. Ну давай. Давай, все нормально, ну. Столько дней за меня не шла госпожа Юлды. Сочи не культурно вышла. Давай, иди. Ладно, хорошо. Ты береги себя. Ты береги себя. Ты береги себя. Продолжение следует...